Два месяца назад один из подписчиков попросил меня рассказать про село Возерки. Я там никогда не был. Возерки – это село в Бессоновском районе Пензенской области России. Административный центр и единственный населенный пункт Возерского сельсовета. Село находится в центральной части Пензенской области, в пределах Сурско-Макшанской возвышенности, в лесостепной зоне, на левом берегу реки Суры, на расстоянии примерно 7 километров по прямой к северу от села Бессоновки административного центра района. Абсолютная высота 145 метров над уровнем моря. Климат здесь характеризуется как умеренно континентальный. Средняя температура воздуха с самого холодного месяца января составляет минус 12 градусов, с самого теплого месяца июля – 20 градусов. Годовое количество атмосферных осадков составляет около 500 миллиметров. Снежный покров держится в среднем в течение 148 дней в году. Впервые упоминается в строильной книге города Пензе в 1665 году, как «Слобода конных казаков». Топоним имеет мордовское происхождение и образовано сочетание глагола «вайсимс» – «тонуть», «вязнуть» и существительного «эрке» – «озеро». Впервые упоминается в строильной книге города Пензе, как «Возерская слобода конных казаков». В 1697 году земли, на которых располагалось село, перешли во владение князя Засекина, также Головкина, Никифорова, Козинского и Панова. В 1702 году в отчине Головкина имелась церковь во имя Пресвятой Богородицы. С 1717 года в собственности помещиков Алсуфьевых. В начале августа того же года село на село совершили нападение кубанские татары. При этом 22 человека было убито и 25 уведено в плен. В 1718 году в Озерской слободе была построена новая церковь, освященная во имя Николая Чудотворца. В 1747 году село Покровское, Возерки-Тож, Шукшинского стана, Пензенского уезда, бригадиры и лейб компании адъютанта Петра Федоровича фон Гринштейна, 763 ревицких души, многие были переселены из подмосковных деревень. В 1782 году упомянута как первая усадьба с деревянным господским домом, построена при Адаме Васильевиче Алсуфьеве, статус секретаря Екатерины II, которому имение отошло в конце 1770-х годов. Далее усадьба перешла к сыновьям Сергею и Дмитрию. Алсуфьевы построили каменной церкви жилоначальной Троицы в 1795 году и Покрова Пресвятой Богородицы в 1815 году. Сергей Адамович после выхода в отставку в 1798 году жил в Озерках. В 1850-х годах имением владел его бездетный сын Дмитрий Сергеевич. Также жили здесь Шаховские, богатые помещики, владевшие землями в Тамбовской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Харьковской губерниях. При Шаховских в усадьбе существовало два господских дома. Старый Алсуфьевский середины XIX века сохранившийся и новый, ныне не сохранившийся. Парк ландшафтного типа с прудом располагался в западной части усадьбы. Старый одноэтажный кирпичный дом выполнен в формах зрелого классицизма. Сохранилась средняя часть с мезонином, с полукруглыми окнами в тимпанах фронтонов мезонина и боковых торцов, и рустованные боковые части с окнами с клинчатыми перемычками. В 1918 году имение было национализировано. В настоящее время сохранились остатки усадебного комплекса, парк и пруд заросли. Каменный Троицкий храм начат постройкой в 1762 году. Новым владельцем сел Возерки и Усть-Возерки, лейбкомпании-адъютантом Петром Федоровичем Гринштейном, скончавшимся в 1775 году. В 1769 году он передал в вечное и потомственное владение свое имение Адаму Васильевичу Алсуфьеву, сын которого генерал-майор Сергей Адамович Алсуфьев. В 1795 году закончил строительство Троицкого храма. В верхней церкви купол деревянный, хоры, трехъярусный иконостас, в нижней церкви иконостас двухъярусный, пол из кирпичного плетника. В 1911 по 1912 году церковно-приходским попечительством, учрежденным в 1911 году, был произведен наружный ремонт храма. Приписная кладбищенская деревянная церковь, молитвенный дом, во имя святого Александра Невского, без колокольни, построена в 1864 году, стараниями пензенского мещанина Александра Тархова и освящена 30 августа 1864 года. Сохранившаяся часть здания церкви представляет собой прямоугольный остов двухэтажного храма, примыкающими к нему с востока двухэтажный прямоугольный и сегментовидным выступом апсидой, а с запада трехъярусный колокольний. Утраченный деревянный восьмерик с куполом храма, купол со шпилем колокольни, вся крыша, междуэтажные перекрытия, а также четырехкаллонные портики, отмечавшие с трех сторон нижний ярус колокольни. В 30-е годы Троицкий храм бездействовал. В 1946 году был вновь официально открыт, но в феврале 1959 года сгорел, и в 1960 году последовало официальное постановление о закрытии прихода. В 2003 году приход был вновь зарегистрирован. Летом 2010 года начали совершать службы в разрушенном храме, выкупили бывшую церковную сторожку и обустроили в ней молитвенный дом святого Василия Великого. Первую службу в нем священник Алексей Заплаткин совершил в престольный праздник 14 января 2011 года. В апреле 2011 года на здание установили куполок. В 60-х годах XIX века по 20-е годы XX века являлась центром Возерской волости Макшанского уезда. В 1910 году имелись одна община, 391 двор, церковь, земская школа, одна паровая и две ветряные мельницы, кузница, три пекарни и 10 лавок. С течением времени в черту села вошли окрестные деревни и хутора, Почелка, Покровские Возерки, Любятчики, Йора, Андроновка и Усть Возерки. Территория села складывалась в течение XVIII-XIX веков. В разное время к селу присоединены окрестные деревни и хутора, поэтому его концы сохранили их прежние названия. Центральные улицы Почелка и Покровские Возерки. Погорелый конец – южная часть села. Любятчики – северная окраина. Йора – южнее Почелки. Андроновка – перпендикулярно Йоре. В конце 60-х в черту села включена деревня Усть Возерки. С 1964 года все части села стали именоваться одним селом Возерки. В 1970 году в селе по просьбе жителей вновь был воссоздан Возерский сельсовет. Кроме занятий земледелием и животноводством, крестьяне издавна подрабатывали извозом, рыболовством, лесным и гончарным промыслом, плотничеством, столярными работами. В XVIII веке выращивали капусту на продажу. Славились изделия мастериц пуховязания. В конце XIX – начале XX века при усадьбе княгини Шаховской работала мастерская по изготовлению кружев и филейной вышивки. На рынке особенно высоко ценились работы Евдокии Николаевны Кулаковой. В XX-е годы XX века была образована коммуна Заветы Ленина. В 1955 году в селе находилась центральная усадьба колхоза имени Ворошилова. В годы Великой Отечественной войны на территории села работали три колхоза имени Сталина, имени Ворошилова, имени Ленина. Прославил свое имя, совершая дерзновенные и бесстрашные полеты, Евгений Дмитриевич Басулин, уроженец села Возерки. Был он летчиком-истребителем, командиром эскадрильи, совершил 88 боевых вылетов, в 25 воздушных боях, сбил 13 самолетов противника. В 1969 году начала функционировать Возерская птицефабрика, как основное производственное звено совхоза Возерский. В конце 90-х годов она была закрыта. Село газифицировано. В 1996 году через село проложена дорога с твердым покрытием. В 2009 году проложен водопровод. Многие жители работают на Грабовском заводе спецавтомобилей, в Пензенском отделении Куйбышевской железной дороги, на производстве печенья и мороженого, распасовке масла, на предприятиях, находящихся за пределами села Возерки. Также Возерки является родиной агронома, кандидата сельскохозяйственных наук, профессора Кирилла Федоровича Веденина. В 1951 по 1955 годы работавшего ректором Пензенского сельскохозяйственного института. Село исторически сложилось как русскоязычное и православное, но в связи с функционированием птицефабрики сюда стали приезжать жители из мордовских и татарских сел Пензенской области. Село Возерки многонациональное, в нем миролюбиво живут представители всех основных национальных и религиозных групп населения Пензенской области. Действует средняя школа, детский сад, врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, филиал Бессоновской школы искусств, библиотека, отделение связи, отделение Сбербанка, АТС и православная церковь. В данный момент там проживает около 2500 человек. Программа от гонкиowych. Редактор субб Hughes